Агентство новое, а методы обмана все те же. Мошенники продолжают наживаться на чужом горе. На этот раз агентство недвижимости называется Одесса. Его сотрудники брали с клиентов по 800 гривен за услуги, а когда не выполняли их, деньги не возвращали. Обманутых десятки, среди них и переселенцы с Востока. Подробности в сюжете. Она бежала от войны из родного Луганска в мирную Одессу. В руках был только паспорт и немного денег. По распределению попала в наркологический диспансер на Краснова-11. Там переселенцам выдали временное жилье. А когда сказали съезжать оттуда, Мария продала золото, а на вырученные деньги обратилась в агентство недвижимости, в котором пообещали найти квартиру. Я приехала сюда, поднялась на второй этаж. Нормальные две девочки сидят. Говорят, вы нам заплатите деньги, мы вам найдем жилье, все хорошо будет, сразу номер хозяйки, вы при нас ее набираете, чтобы мы знали, что вы с ней сегодня встретитесь. Вот уже неделю на звонки Марии никто не отвечает. Ни владельцы жилья, которых якобы нашли в агентстве, ни сами его сотрудники. Я поснимала себе все, последнее, последние деньги, последние 700, причем в договоре должна была заплатить ей 800 гривен. Я говорю, у меня нет 800 гривен, у меня есть последние 700. Говорят, ну хорошо, давайте 700. Все, я отдала им последние деньги и 5 гривен на проезд. Оказалось, что Мария такая не одна. Оббивают порог агентства и другие его клиенты. Они все так хорошо рассказывали, но сказали, что залоговая стоимость, если не понравится, сразу вернут. Вчера целый день им звонила, они вот туда-туда-туда, в итоге я ни одну квартиру не посмотрела, все равно вечером звонила. Сказали, приходите завтра. Вот, пришла их, нет уже. А вот Инессе обещали вернуть деньги. Ее девушки набрали сами. Предложили сумму вернуть при условии, что она тойдет от других на безопасное расстояние. Скажите, пожалуйста, что мне делать? Сколько часа подходите в офис, я же вам сказала. А вы меня не обманете? Я уйду, но я в трепет. Нет, никто вас не обманет, не переживает. И вы обещаете, что вы вернете мне денежку? Все вам отдаду. Юля, дело в том, что тут еще девочки стоят. Мне просто отойти в сторону или что мне делать? Еще раз объясню. Я же вас попросила, отойдите для того, чтобы вы могли работать. Однако к обещанному времени никто таки не пришел, а сотрудники агентства опять отключили телефон. Пожалуйста, оставьте ваше голосовое сообщение после звукового сигнала. Я эти деньги одолжила у своего хозяина, потому что жить негде было, я снимала в гостинице. Детей отвезла в деревню. Вот 1 сентября идти в школу, а я... Ну, вот так вот. Двери офиса, в котором находилось агентство, плотно закрыты. Их соседи тоже не знают, куда подевались находчивые агенты. Очень интересно. Девочки, мы ищем. Агентство недвижимости «Одесса». У нас есть люди, агенты, которые взяли деньги, которые мне предоставили жилье, и деньги не возвращают. Я слышала, сегодня такой скандал, ну, без понятия. Покорна говорит, что их уже нет. Подобные мошенничества в Одессе не новый жанр. Раз в несколько месяцев такие агентства возникают, затем закрываются и открываются в новом месте, уже под другим названием. Этим летом их стало больше, так как спрос возрос. Переселенцы с Востока, будучи в шоковом состоянии, несут последние деньги, чтобы им помогли с жильем. Юристы советуют внимательнее читать документы. Нужно обратить внимание на этот договор. Естественно, он должен быть в письменном виде. Особое внимание нужно обратить на то, какие именно услуги оказываются. Перед тем, как поставить свою подпись где-либо, для этого нужно просто-напросто обратиться к юристу. Таких юристов достаточно. Они работают бесплатно. Все пострадавшие от агентства недвижимости «Одесса» написали заявление в милицию. Однако все еще надеются, что конфликт удастся решить мирным путем. Возвратом их денег. Александр Полуев, Татьяна Милимко, Алексей Сорокин. Седьмой канал.